3 сентября в релиз вышел новый сюжетный мод на платформе Call of Chernobyl под названием Боевая Подготовка 3. Это продолжение того самого древнего мода Боевая Подготовка 2, еще на платформе Теней Чернобыля. Мы играем за агенты под прикрытием, у нас есть куратор и он вновь вызывает главного героя для работы в зоне после большого выброса. Давайте посмотрим, что это за мод, а потом решим, продолжать или нет. По традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Ну что же, господа, здравствуйте. Господи, я больше недели не записывал видео, такое чувство, будто я впервые сел вообще за компьютер. Давно не виделись, я вернулся, ну конечно, наверное, кто-то не заметил пропажи, потому что видео все равно выходили, но они были, типа, заготовлены заранее, поэтому вот они выходили. Так-то по факту я записывал видео там в конце августа где-то последний раз, и вот сейчас, спустя неделю плюс, я снова сижу в меню. Новая мода на сей раз, Боевая Подготовка 3, посмотрим, что это такое. В Боевую Подготовку 2 я когда-то играл сам, возможно для себя, но скорее всего, да, я помню, я запускал, короче, какие-то либо стримы, либо видео делал, причем на этом канале в году 16, вот. И недавно вышла Боевая Подготовка 3, конечно, отзыва там сейчас всего 2, и оба, оценка 1 из 10, я не знаю, что здесь, но давайте посмотрим. Если прям все плохо, то остановимся на смотре, если нет, то поиграем дальше. Так, отмычка опытный профессионал легенда, легенда, все, лучше всего стартовать тут за военных, поэтому, как бы, коптерка из БЭК, алло, алло, а, вот, коптерка, все, аватарочку ту же, что и в войне группировок, и на Агропроме нужно спавниться, и тогда у нас все будет хорошо. Тут я не знаю, нужно ли что-то включать, наверное, нет, тайна зоны не нужна, все, пахля. Итак, я появился, новое задание найти куратора, контроль орбита, вы на локации Агропром, не Агропром, бла-бла-бла, так, и написали, 001, 27, прибыть ко мне для получения задачи, жду на базе Агропрома в дальней казарме. Но в итоге, что-то куратор вообще за локацией гуляет, ну, в смысле, за базой лады. Ну что ж, погнали потихонечку осваиваться, что у нас есть, у нас есть Six Hour P220, патроны какие-то к нему, 4 аптечки, вся фигня, ну, короче, нормально, пойдет. Тут очень много оружия, тут упор сделан именно на стрельбу, еще говорят, тут жесткий дисбаланс, не знаю, посмотрим. Так, ну и, типа, так как это Call of Chernobyl, то я могу проходить сюжет, могу выполнять просто задания для фарма и так далее, не знаю, чем конкретно буду заниматься, пока что просто посмотрим. Давайте для начала облутаю базу военных, в Call of Chernobyl я, в принципе, знаю все нычки практически, вот тут всякую медицину и всякие энергетики лутаю, и потом пойду пробегусь по тайникам уже. Фонарика, а, фонарик есть, окей, странно. Короче, это, оказывается, клавиша не была назначена, тут почему-то присест не был назначен, еще что-то, либо не назначены на какие-то другие клавиши, которые удобны были автору. Так, ух, нихера себе, найс, слушай, пузырь с первого тайника, офигеть. Радиация минус 5, нет, все, прохождение быть, это 100%. Так, вначале фартануло, ну, тем более я уверен, что тут тайники, ну, хотя, не знаю, редачились ли тут тайники, я почему-то был уверен, что тут стандартные коковские тайники, такие бомжатские, не очень интересные. Если так, то мне сейчас очень крупно повезло, прям вот вообще невероятно. Так, у нас еще есть стандартное коковское задание, это прибыть к майору Кузнецову. Эта цепочка квестов просто меня будет вводить по каким-то известным квестовым персонажам, и, о боже, тут пацаны столпились. И там я, короче, просто буду выполнять какие-то рандомные квесты, типа, уничтожить того, принести это, и, в конце концов, это приведет меня к исполнителю желания. Не знаю, стоит ли брать эту цепочку, но, в принципе, она мне мешать не будет, поэтому давайте я явлюсь к майору Кузнецову. И, собственно, по вашему приказанию прибыл. Ага, все, с лейтенантом Кирилловым, это на нашей базе, повезло. СБУ занимается поиском документов, свидетельствий, причин возникновения зоны, и нашему подразделению было поручено проникнуть дальше в зону для проведения исследовательской операции. Командирщик добровольца, чтобы захватить территорию для нас, готов сотрудничать, я берусь. Короче, понятно, так бы и сказал, потому что тебе нужно зачистить территорию. А кого? А где? Депоем надо зачистить, хорошо. Ну, чисто, побочка пусть будет. Как бы, почему бы и нет. Hello? Если для меня есть дело, то я здесь. Информатор указал расположение секретных планов противника, это мне нужно, чтобы проникнуть туда и добыть их, хорошо. Ага, просто документы принести из тайника. А где именно? Чё-то мне не нравится то, что... Подожди. Ёперный театр. Ты куда меня послал? Ёперный театр. Что с расположением локаций? Смотри, сколько тут много локаций и как они странно расположены. А, что это такое, не надо? Блин, а прикольно, слушай. Мне нравится. Что-то необычное. Ладно, пойдём уже наконец-таки встретимся с куратором. Куратор уже аж на базу зашёл, ладно. Нефиг делать. Ах, тебе подожди, я же база... Что это такое? Война какая-то началась. Я же базу не долутал, сейчас я... Тут буквально парочка ящиков ещё и всё. О, бинт. В ящиках тоже что-то спавнится, патроны всякие. Тут шо? Опа, аж это такое, швейный набор и... Слизь. Слушай, как мне на артефакты везёт. Либо тут реально тайники пожирнее сделаны специально, либо мне вот просто повезло. Вот тут ещё у нас тайничок имеется. Да, что-то я болт кинул, он аномалию не активировал. А я ещё и не сохранялся. Гений. Попытка номер два. Может быть в этот раз мне повезёт. Опа, найс. Так, а где он? Либо под машиной... А, вот, нет, вот тут. Ну-ка. Пусто, ясно. Зря потел. Опять болт не активировал аномалию. Короче, ладно, неважно. На цистернах вот этих вот ещё есть ящик. Пойдём за ним. Так, тут бинт дропнулся. Ну и вот он, собственно, ящик. Пусто, ясно. А, подожди, я... Яг Кузнецова... Что это такое было? Красный Яг Кузнецова так и не подошёл на этом сейве. Пойду схожу быстро. Ага, теперь у меня говорит встретиться с Громовым. Ну, блин, а так ведь всё хорошо начиналось. И квесты удобные выпали, и... Всякие приколы нашёл. В итоге сдох и всё потерял. Но не всё, но тем не менее. Ладно. Задание на захват территории у него всё то же самое. А, только в этот раз какая-то другая точка. Чел, ну ты серьёзно? Что ты высрал, блин? Учёных убивать на болото? Чё ты дурной? Ну, боже, квест, короче, который будет висеть у меня в вечность. Потому что учёных я, конечно же, не собираюсь убивать. Тут, кстати, ограниченное количество группировок, за которых будет работать сюжет. Но я выбрал военных, потому что Куратор как бы спаунился на базе Агропрома. И, соответственно, почему бы и нет? В боевой подготовке 2, я помню, ты спаунишься в деревне Вечков по дефолту. И там Куратор сидит в одном из домиков в деревне. А тут вот, видите, теперь мы на военной базе стартуем. И... Сраный Куратор, ты куда там забрёл? Как тебе попасть? О, армейская аптечка. Халява. И энергетик тоже халява. Так, вот он Куратор, ща мы с тобой побазарим. Кстати, редко в этом домике бываю на Агропроме, почему-то не знаю. Он такой прикольный, уютный на самом-то деле. Привет, здравия желаю. Появилось новое задание для вас, капитан. Вы готовы? Да, слушаю. Сначала общая обстановка. После большого взрыва зона сильно изменилась. Территория расширилась, появились новые районы. Все локации перемешались. Но вроде как основные вернулись к старым местам до 1986 года. Аномалии, одни исчезли, другие появились. Сам чёрт ногу сломит. Да ты уже лучше меня это знаешь, наверное. Мутанты. Появилось много новых. Не изучены. Даже насекомые. Если не встречался, будь осторожен. Самая главная неприятность – зомби. Народу пропадает немерено. Сталкеры-ветераны утверждают, что это не выброс виноват. Конечно, и такое бывает. Но уж слишком их много. А сталкеры – народ осторожный. Вот тут мы и подходим к тем мешочкам, что ты до взрыва в тоннеле нашёл. Я всё понял. Конкретно мои задачи. Это только вступление. Сказка впереди. В зоне появилась новая группировка. Сталкеры их с захватчиками прозвали. Монолит, конечно, пальцы веером гнёт. Даже какие-то спецподразделения организовал. Но это не он. У этих и подготовка, и снаряжение супер. И Монолит у них на побегушках. Эти на территории не претендуют. Их в основном подземная Припять интересует. Её они упорно осваивают и ликвидируют всех, кроме Монолита, которые туда лезут. Теперь о печальном. Новые хозяева Украины, именно называть не будем, глаза закрывают на проекновение в зоны через свои кордоны. Вот тебе и зомби. А нашу контору задвинули под видом того, что денег нет. Денег на АТО не хватает. И без зоны забот полон рот. Так, с военной поддержкой у нас слабовато. Но для блокировки входа в лабораторию я, ребят, тебе подберу. Финансов у нас запас ещё с твоего прошлого задания имеется. Так что ищешь помощников себе сам. Неудобно, на самом деле, текст читать. Тут как бы, ну, читается просто так, что ищешь помощников себе сам. Но тут так, что ищешь помощников себе сам. Что? Договаривайся о помощи в разведке со сталкерами. А я оплату им переведу. По твоей команде. Понятно. Конкретно мои задачи. Сначала общие. Первая задача. Разведка территорий. Найти и пройти. Выходы, входы. Сведения о новых мутантах и аномалиях. Контроль орбиты работает. Мы тебя по твоему маячку отслеживать будем. Но глаза никакими приборами не заменишь. Вторая задача. Найти как можно больше входов в подземную Припять. Находишь, сообщаешь. Мы на карте отмечаем. Высылаем группу. Она блокирует выход. Для будущей зачистки. Чтобы ни одна тварь оттуда не улизнула. Третья задача. Из киевских НИИ исчезло много ученых в последнее время. Подозреваю, что они уже там. Будет возможность ликвидировать. Мозги там хорошо промывают, так что спасти их не удастся. Остальное по КПК или рации, если нужны будут уточнения. С-проектор. Карту будешь получать по прибытию на локацию с последними разведданными, если есть. Научись пользоваться. Вопросы? Ничего не понял. Мое позывное и мое прикрытие в группировках и сроки. Позывное оставили старый. 0.27. Прикрытия через эфир не будет. Захватчики эфир просеивают. Да и в группировках у них свои люди. Засекут сразу и вычислят. Так что в группировке только через торговцев, как все. И шифрованный канал рации для особых случаев. Стойкость шифра около месяца. Должно хватить. Сроков нет, главное выживи и дай результат. А я, если будет возможность с людьми помочь, помогу. Но на это сильно не рассчитывай. Первая задача конкретно. Катакомбы. В горную долину не суйся пока. Там орбиты фиксируют много захватчиков. Попробуй найти запасной вход где-то на топях. Работай. Понял, приступаю. Все. И как бы, ну все. Но, наверное, по подземелью шастать, что еще делать? Похоже на то. Но, в принципе, под нами... О, тут есть быстрые переходы, четко. В принципе, под нами есть прямо сейчас одна катакомба. Можно туда сходить. Но, я не знаю, у меня вооружения нет стоящего. А вот с ременью что-то дали тут. Моторола. ГП1280. Ультракоротко. Короче, радиостанция. Диапазон час-стоп. Бла-бла-бла. Имеет 16 фиксированных каналов. Ага-ага-ага. Ага. Понятно. Можно тут что-то нажать. Все не активировано, но есть. А, не, вон, смотрите, я в чат насрал. А мне в ответ срут. Диспетчер, абонент 001 в радиосте отсутствует. По возможности с вами связываться. Выполнять задачу. Короче, понятно. А если что такое? Цепроектор. Ну-ка. На настоящий момент карта для данного района в разработке и не может быть выдана для использования. Воспользуюсь картой в ПДА. Ясно. Ну, короче, у нас есть переход в подземку прямо с базы. Что, давайте попробуем нырнуть. Посмотрим, что там. Так, контроль орбиты пишет вы на локации подземелья Агропрома. Захват территории сразу провалилась. И пошло оно к черту. Не буду я ученых вырезать. Подземелья Агропром бывший ПЯ, который военный старается держать под контролем. Высокая активность мутантов. Пишет контроль системы, мне понятно. Ничего, продержимся. Или нет, я не знаю. Вообще без понятия, что мне тут ждать. Ну, я слышу, там военные уже контролеры захерачили. О, здорово, мужики. Выше свои, выше свои. Ну-ка. Рука контролера. Четко. Так, ничего нового у меня тут не появилось. Ну, просто побегаем, посмотрим. А тут нычки не осталось, да? Жалко. О, патроны валяются просто так. Ну, вы даете, конечно. Я даже, если честно, не хочу смотреть, что это за калибры. Потому что мне вот такие иконки, они вообще не нравятся. Типа, я привык уже ориентироваться по обычным иконкам ванильным. Там, ну, ты просто по текстуре сразу видишь, что это за калибры. А тут, ну, короче... Я вам так скажу. Тут, по-моему, 160 видов вооружения. Че такое? Тут калибров будет просто... Короче, просто наводим на ствол и смотрим, какие патроны, и он стреляет, и все. Вот. Мой ствол стреляет такими. Вот эти мне не очень нужны. Но, думаю, потом пригодятся. Ладно. Двигаюсь дальше. Ну, тут вроде все контролируют военные. Ничего такого нету. Тут страшного есть? Че? Нету. Так, а тут кровососы, конечно же. О, боже. О, нормально. Ты меня нахерачил. Пошел нахер. Бинт, быстро. Короче, урона он мне нанес. Будь здоров. Так, а второй тут есть кровососы или нет? По-моему, тут их два. Разве нет? Ладно, я не хочу проверять. Я просто вот сюда быстренько зайду и все. И никто меня тут в теории не достанет. Так, что здесь? Тут у нас военные документы. И вроде как на этом все. Больше здесь нечего искать. Сюжет тут какой-то такой. Непонятный. Призрачный. Я помню, в боевой подготовке 2 так же было. Непонятно было, что делать. Ну, то есть, не такой привычный сюжет, как мы привыкли наблюдать в модах. Тут же что-то такое. Типа, вот тебе просто задача и делай, что хочешь, как бы. Может, я могу связаться по рации и что-то сказать? Ну-ка. Нет, меня опять отшили. Там какая-то женщина в наушниках. Интересно, это разработчик свою жену, что ли, фоткал или что? Так, тут еще есть, как бы, часть подземелья из чистого неба. Туда тоже, я думаю, нужно наведаться. А вот тут же тоже кровосос должен быть, не? Наверное, он заспавнится сейчас, когда я сюда побегу. Да. Именно тут у него зона срабатывания скрипта. А, вон он, вижу. О, бляха! Ты так внезапно вышел из инвиза. Я пытался шаги слушать, но что-то нифига не услышал. И, короче, обосрался от его внезапного появления. Ой-ой-ой. Ладно. Резня. Я коптерка, как-никак. На-нах. Ну, тут, конечно, лучше резней не злоупотреблять, потому что урон, как я сказал, тут довольно мощный от всего, в принципе. Ну, и аптечку мне достаточно. Пять аптечек, два использования. То есть, считай, десять аптечек будто бы. Так что, нормалды, пить захотел. А, найс, сери, тут восстание здравия минус три. То есть, я буду умирать от воды, да? Ну, такая вот вода в зоне, что поделать. Что-то есть что-нибудь? Опа. Генератор. Радиация плюс два, восстановление сил плюс четыре, максимум плюс три. Охеренно, слушай, вот это мне фартит. Мне прям это нравится. А тут что? Будет что-нибудь? Тут нет, пусто, к сожалению. Ладно, двигаемся дальше. Тут сейчас, наверное, бандиты должны быть наверху, да? О, блядь. Тут, тут мина вообще. Растяжка. Да, чего не ожидал, того не ожидал. Патронов, кстати, все меньше и меньше на пистолет. Так, а как эту минуту обходить? Ладно, я просто ее перепрыгну. Надеюсь, на лестницах вы тут никаких приколов не подготовили. О, бляха, бляха, идут уже ко мне. А ну-ка. Понятно. Короче, мне вот только так с ними воевать, потому что урон я буду жесткий получать. Так. О, тихо, дебил. Я хотел проверить, есть ли тут мина. Так, минус два. Уже в общей сумме. Э, я слышу кровососа. Подожди, он ко мне поднимается. Кто тут мину взорвал? Кровосос, реально. Ты что, конченый? Ты откуда взялся? Причем это, ну, судя по текстуре, какой-то болотный кровосос такой, знаете? Офигеть, взял, в спине появился. А ну-ка, ну-ка, нахер пошли. Пока что они бибут сосуд. Кстати, беззарядка очень быстрая. Так. А ну-ка, нахер. А у вас тут мины нету? Ну, наверное, вы бы активировали ее, если бы она была. Я почему-то в каком-то моде просто запомнил, то, что тут разработчики растяжки любят ставить. Так, не, ну если вы тут спокойно ходили, значит, тут нет. Мин, наверное. Что, все, что ли? Походу, все. А, я вот, я не знаю. Этой мины не было в оригинале. То есть разработчики, ну, я не помню, по крайней мере, разработчики проставляли мины. И я теперь боюсь ходить, потому что тут вдруг я где-то взорвусь. Не то, чтобы я боюсь умереть, боюсь испугаться. Как бы это странно не звучало? Подожди. А смотри, какие тут аптечки, оказывается. Я даже не обратил внимания. Они много всяких приколов дают. Причем, кстати, оранжевая аптечка дает больше, чем армейская. Ну, по ощущениям, да? Она химзащиту еще дает зачем-то. Хотя нет, подожди, тут тоже химзащита есть. А что тут тогда? Подожди, радиозащиту дает. Так тут тоже радиация. Почему мне кажется, что тут больше свойств? Ну, тут 5 свойств. А тут? А тут 4. Чего-то не хватает, подожди. А, заживление рана. Почему оранжевая аптечка дает заживление ран, а армейская нет? Ладно, забираем все. Ствол твой где? Непонятно. А, наверное, кто-то подобрал. Говорят, у нас, кстати, исчезают трупы после того, как перезагружаешься. Не знаю, правда или нет. Но потом поставлю, если, конечно, так действительно будет исчезать. Все, набрала тут вооружение. Давайте смотреть, что нам надо, что не надо. Два бизона. Ну, вот этот определенно отправляется в топку. Этот сюда. Что мы еще нашли? ШК-91. Но учитывая то, что это такой более оружейный мод, хотелось бы, конечно, как можно больше оружия протестировать. Ну-ка, вот что вот это вот. Я опять слышу кровососа. Слушай, по-моему, ко мне идет. Так вот, я не знаю откуда. Ну ладно, ну слушай, а ствол неплохой. Твою мать. Бля, ты крыса, а? Капец, они просто спавнятся тут. Нифига себе. Короче, пушка классная, но применение к ней, к сожалению, у меня сейчас нет никакого. И типа, ну для нее. И патронов тоже. Так-то прикольный, конечно. Прицел классный. Так, это у нас что такое? XM-8 Compact. Ага, ну-ка. Ну, блин. Ну такое, конечно. Всратенько. Я помню, в боевой подготовке 2 было куча такого, ну, деревянного всратого оружия. Но тогда был хер знает какой год, а сейчас что-то такое. Ну, ладно, окей. Так, ну, стандартная G36. Ее, кстати, можно потаскать, потому что патронов к ней у меня предостаточно. Так, есть Витязь, а есть MP5. Но MP5 понятно, мы видели в 500 тысячах оружейных паков и Витязь тоже. Только вот что из этого мне оставить, как думаете? А подожди, мне Бизон таким не стреляет. Ага. Ну, пистолеты я точно не буду использовать, только вот целенькие возьму. Может быть на продажу. А остальные нахер с пляжа. Так, ну, мне вот под этот калибр либо MP5 оставлять, либо Витязь. Но MP5 мне на самом деле нравится больше. Я просто другой прицел хочу на MP5. Вот такой может быть. Ну, какой-то, конечно, всратый, наверное, я не знаю. Не, ну, это еще хуже, если честно, смотрится. Так же, давай вот так. А на этот Бизон я могу тоже вот такой прицел поставить. Все четенько. У меня есть два пистолета-пулемета с коллиматорными прицельчиками. Вообще кайфуем. Так, ну и что? Я побегал по подземельям и нихера все еще не нашел. Но осталась, конечно, еще, как я сказал ранее, Ченовская часть подземелий. Сейчас мы туда отправимся, я думаю. Так, мне сюда. Все. Тут рюкзак, по-моему, в качестве тайника есть. Ага. Охончий нож и энергетика. У меня какой нож? У меня просто говно какое-то. Ой, бляха, Муха, ну ты сраное говно. Ну, такой нормальный нож, хорошо. А тут интересно, еда или вода, она заражается радиацией или нет? Надеюсь, что нет. А то это совсем какое-то душилово уже получается. Так, еще. Опа. Не понял. Не на того нарвались. У меня так-то есть замечательный... Ой. В смысле? Вы как оказались уже подо мной практически? Короче, у меня есть пиздолет, пулемет и проблем не должно быть. Так. Вон одна мышка осталась. Да, вон она бегает. Нет, еще одна, смотри. Все. Вроде нормально. Ни с кого ничего не падает. Ну, естественно. Бесполезные твари. Что в рюкзаке-то? Ну-ка. Опа. Патроны какие-то. Хорошо. Опять перевес у меня. Ох, да. Чувствую. Проблема с перевесом в этом моде у меня будет постоянно. Тут пусто. Ой-ой-ой. Что-то все серое. Тут полтергейст. Я его не вижу. Ага, вижу. Но огненного я убил. Электрический, в принципе, не такой страшный. Все. А, нет. Не все. Еще один где-то летает. Или потому что у меня все синее. Но опять же не страшно. Так, давайте на П5 я его сниму. Готово. Ой, а там вот огненный. Как же он мансует, а? Ну, я ему, кстати, ХП так поснимал нормально. Все. Короче, все четко справились. О, это тоже тайник, оказывается. А ну-ка, Луцово отдавай. Блин, у него нету ничего. У меня, кстати, детектора нету. Тут так-то, насколько я знаю, артефакты любят поплавать. Но, к сожалению, не сегодня. Так, а тут уже дефолтный огнедышащий тоннель этот сраный со снорками, да? Ненавижу этот тоннель, если честно. Ну вот. Видите, тут жарки просто непонятно работают. Визуально они как бы выглядят так, что они в какую-то другую сторону дуют. А физически они дамажат тебя. Я вроде к стенке прижался, еду вроде, все нормально. О, нет, там снорки появились, я побежал. О, слушайте, реально, тактика прижимания к стене сработала. Я прошел почти весь тоннель. Бегит! Ай, там за мной толпа. Ай, что это такое? Мне вот сюда. Но последняя жарка меня задушила. Хотя, подожди, вдруг в конце тоннеля что-то будет. Но есть только один способ это узнать, конечно. Ай-яй-яй. Не, в конце тоннеля ничего нету. Все это ложь. Так, мне вот сюда нужно. Как-то аккуратненько. Опа, все, выходим. Фух. Ну и ужас. Ну и нахер я лазил в это подземелье, спрашивается. Проверить надо было в любом случае, верно? Ну-ка, вот что тебя вообще конкретно интересует? Найти вход и выход катакомб зоны. Что? Вот как? Как это понимать? Куда он мне сказал не соваться? В горную долину какую-то, да? Что тут? Чернобыль-2, луга. Это непонятно что. Болото, темная лощина, темная долина, свалка. Ага, ага, это мы все знаем. Янтарь. Промышленная зона Янтаря. Предбанник есть. Прикольно. Мертвый город. Что еще? Ну, склады, понятно. Это непонятно что. Радар. Территория Бонник. Ладно. Топи. Полесье. База. Какая-то просто разлив. Могильник. Локатор. Рыжелес Лиманск. Пустые земли. Чаесы эти ваши всякие. Припяти. Центральные и окраины. Окрестности Юпидера. Затон. Долина Шорохов. Ты здесь серьезно? Это что научная станция? Ни хера себе мертвая река. Генераторы. Ну, тут, короче, я читал в описании моды. Типа, тут все максимально, ну, расположение локации, типа, приближено к реальной зоне. Не знаю. Радар. Че еще есть? Ну, остальные локации все. Вроде все почекал. А, нет, вот тут что-то еще есть. Рембаза. Фига. Жестко. Короче, разгуляться тут будет где. Правда, вот, было бы еще чем заниматься на этих локациях. Я надеюсь, будет. Но пока что, что делать? Я не знаю. Можно еще попробовать наведаться на базу сталкеров. Вот сюда вот чисто почилить. Хотя тут военные гуляют, я хз. Ну-ка, че, я по рации могу что-нибудь сказать новое? Чине. Твою мать. Я слышал тут целую кучу кровососов. Но они вроде за мной не пошли, знаете, я не пойду больше туда. Ну и он нахер. А тут что, уже не база сталкеров? Раз тут военные гуляют. Че-то не совсем понятно. И вообще, как у меня со сталкерами начнем с этого? Нормально там или мы воюем? Неизвестно. Ладно, я бы, наверное, зашел, продал что-нибудь. Пока что в моем распоряжении есть только торговец военный. Поэтому почему бы и нет. Пистолеты. Держи. 3 800. Ну ладно. А часть тела он не покупает. Прицел лишний забирай. Он мне не нравится вообще. И патроны лишние, наверное, тоже я тебе сбагрю. Джишкой не буду пользоваться. Так же патроны от нее тоже в топку. Вот патроны дорого стоят, слушай, да? Так, вот эти патроны мне еще не нужны. Нихера, патроны тут реально нормально стоят. 12 тысяч тупо на патронах. Лол. Да, патроны тут надо собирать в таком случае. Куча всяких приколюх продается. Пока не знаю, на что копить. Что делать, что собирать. Че это такое, подожди. ОЗМ 72. А, мина. Я вот все хочу как-то попробовать в сталкере поминировать. Ну, просто минами воспользовался. Хоть раз. Потому что столько их видел и никогда не использовал вообще. Вот, не знаю. Хочется как-нибудь попробовать воспользоваться потом. Я могу, кстати... Что это такое? А, руку псевдогиганта военному... Нет, чел. Ну, вообще, короче, я могу взять себе пацанов реально. И все. Коптерка, как бы, командует. Что, кто у нас тут? Ефрейтор Портных. Младший сержант Свиридов. Старший сержант Мальцев. Ну, а я маршал Коптерка. Вопросы? Пойдем. Куда пойдем, не знаю. Подумаем к следующей серии. Пока что, наверное, на этом закончим. Может, как раз-таки тот, кто проходил мод, даст наводку. Куда идти? Ну, в каком направлении лучше двигаться дальше? Чтобы, как бы, не затягивать и, ну, хоть чем-то заниматься. Потому что просто бесцельно бродить. Ну, как бы, я могу и без записи бесцельно побродить для себя. А на запись, конечно, хочется сюжет попроходить. Сегодня, пока мы просто почилили в подземельях Агропрома. Ну, подраздобыли снаряги. Нормально. Начало прохождения. Что вы ожидали? Тем более от такого моды. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, если вам понравилось видео. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка в описании. Всем спасибо. Началась война. Субтитры сделал DimaTorzok